День Икс уже наступил, 1 июня, однако сезон открыт, а некоторые пляжи еще нет. Пляжные постройки не покрашены, нет навесов, не оборудованы купальные зоны для детей. Зато процветает несанкционированная торговля. К тому же есть и другие случаи. Предприниматели выигрывают конкурс на размещение, к примеру, ларьков по продаже кваса. Обязательное условие – единый, разработанный дизайнером внешний вид торговых точек. А на деле на улицах стоят простенькие палатки. С такими бизнесменами договор будут расторгать, заявил замглавы курорта Олег Ясюк. Есть уже и две жалобы от отдыхающих на несанкционированные продуктовые рынки. Развалов, где буквально с земли продают сыр, творог и молоко, быть не должно. Более того, все посетители мест отдыха должны знать, куда можно пожаловаться. На всех пляжных территориях, там, где доска объявлений, обязательно нужны горячие линии и телефон, а не качественного обслуживания, а фальсифицирования алкоголей. Это очень важно на всех пляжных территориях, на объектах, показах. И снова о пляжах. По данным госинспекции по маломерным судам в Центральном и части Лазаревского района из 69 пляжей только 25 подали вовремя документы на техническое свидетельствование. Пять из них не допущены к работе. Однако люди там отдыхают. Подгонять и упрашивать никто не будет, отметил заместитель прокурора города. Просто ответственность будет не на словах, а на деле. У нас по нормативу, если я не ошибаюсь, по 536 постановлению губернатора, каждые 25 метров должна стоять вышка. Если у вас пляж 50 метров, будет стоять одна вышка, и никто не отчеловек, и дай бог, руководитель сядет, я вам обещаю. Осмотр городских пляжей продолжится до конца недели. Обобщенные результаты комиссия рассмотрит на следующем совещании. Во вторник. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!